Немного новостей из мира бешеных скоростей и безумных чисел в графе цена. Новой моделью осчастливила мир итальянская марка Pagani, автомобили которой частенько появляются в прессе, но на улицах встречаются чуть чаще единорогов. Новинка, наречённая создателями Утопия, получила доработанный 6-литровый двигатель V12 от AMG, монокок из карбона и титана, фирменный выхлоп из четырёх собранных в квадрат труб и семиступенчатую коробку Extract, которая может быть как роботом, так и чистой механикой. Спереди и сзади подвески на сдвоенных алюминиевых рычагах с электронноуправляемыми амортизаторами, работающими по схеме Push-Rod. Салон отличает изысканный дизайн и подчёркнуто дорогие решения. Руль со спицами и пластина с пазами для рычага коробки передач выточена из цельных кусков алюминия. Будет выпущено всего 95 экземпляров, которые наверняка были раскуплены ещё до официальной премьеры. Так что если вы мечтали о Пагане, то, скорее всего, это мечта Утопия. Другая итальянская компания, Мазерати, постепенно выводит из сумрака новое поколение модели Гран-Туризма. Интересно, что в первую очередь публику познакомили с электрической версией, получившей название Гран-Туризма Фольгоре. Последнее слово переводится как «удар молнии». Точных характеристик электрокупе пока нет, но предварительно считается, что три электромотора выдадут 1200 лошадиных сил, а батарея будет рассчитана на 800 вольт. Поэтому самые мощные из ныне существующих зарядок пополнят запас хода на сотню километров всего за 5 минут. Что касается машин с ДВС, то V-образных восьмёрок в гамме больше не будет. А будет трёхлитровый V6, причём, скорее всего, в двух вариантах форсировки, поскольку производитель анонсировал две версии – Модена и Трофео. Данные о мощности пока держат в секрете, однако на Мазерате MC20 такой же двигатель развивает 630 лошадиных сил, а на рынок Гран-Туризма выйдет только в следующем году. Китайские компании тоже начинают осваивать нишу гиперкаров. Только что представленный ION Hyper SSR от концерна ГАК из Гуанчжоу будет отличаться фантастической динамикой. В топовой версии Ultimate разгон до 100 км в час будет длиться менее двух секунд. Фантазия, эти впечатляющие цифры или реальность мы узнаем в следующем году, когда появятся первые клиентские экземпляры. Тем временем китайцы уже принимают заказы. Машины стоят от 184 до 241 тысячи долларов.